Hello, my darling, с вами Симона, и я приветствую вас на какой уже серии? Пятой? Пятой серии нашего, ну это не челлендж, а что это у нас? Сценарий, взрывоопасная помолвка! Сейчас мы наблюдаем, как они спят, почему-то на паузе. Сегодня, что нас с вами ждет? Мы докупим букет, потому что в прошлый раз мы не докупили букет, это была наша обложность ужасная. И сегодня, раз сегодня получается пятница у нас, день перед свадьбой, значит, должен быть что-то типа там припати какой-то, или мальчишник, девичник, что-то такое, короче. А теперь можем начинать. Тут, короче, заставка моя бомбическая, просто. Вот интересно, и во время свадьбы тоже будет ливень, да? С моей везучестью, конечно, конечно. Я, кстати, видела, что можно запланировать события, вот, вот, да, прямо из календаря. Вечеринка перед свадьбой, вечеринка с друзьями в честь предстоящей свадьбы. Честно сказать, репетировать ужин, это капец как странно. Что-то там репетировать, садитесь и просто жрете. Вечеринка перед свадьбой, давайте запланируем вечеринку перед свадьбой. Нельзя планировать целевые мероприятия в праздничный день? А что сегодня за праздничный день? Вечер в городе. А если я удалю вечер в городе? Что ты на это... Ха-ха, вот так-то понятно? Взяли, удалили праздник просто. Зачем он нам нужен, правильно? Какой-то вечер в городе. У нас будет свой вечер в городе. Организатор у нас, конечно же, Аника, потому что Рэй вообще, нахрен, ничего не надо в этой жизни. Пригласим всех инопланетян-марсиан. Родителей, конечно же, мы пригласим. Беку, естественно, пригласим. Ее подругу из института пригласим. Нельзя больше. Так, марсиане отменяются. Давайте Катерину позовем тоже, че нам. Ну и хватит. А жених считается гостем, да, на этом празднике жизни. Давайте в каком-то баре, в котором мы не были. Сюда нельзя бедным. Давайте в звездное небо пойдем. На это время уже запланировано события. Да что там за события-то напланированы какие-то непонятные. Шоу талантов в 6 часов. Извините, пожалуйста, что мы вас отвлекаем. Все, давайте уже быстрее спите и потом вы на работу идите. Я вам уже все организовала, всех позвала, ресторан заказала. Считайте, у вас организатор у свадьбы есть бесплатный. Пау-пау-пау-пау-пау. Ой. О, кстати, об этом доме. Я потом повнимательнее посмотрела со стороны карты и выяснилось, что это вилла. Типа для того, чтобы отдыхать. Но никто ведь не говорил, что нельзя зайти в режим строительства и поменять статус этого жилища. Пожалуйста, надевай что-то поприличнее. Она хочет есть, естественно, как всегда. Она как я, она просыпается всегда голодная. Мы не убрали эти наши безлактозные пончики. Они испортят. Никто вообще ни кусочка не попробовал. Отстой. А вообще какая-то еда есть, кроме свадебного? О, оладьи. Смотреть на звезды с Джулией Райт. А вы вообще знакомы с ней? Зачем тебе с ней смотреть на звезды? Ты что? Самый первый лег и самый последний встает. Потягивается, лежит. Наслаждается человек жизнью. Свадьбу за него организовали. Все за него сделали. Его на работе повышают, в отличие от некоторых. Почему прихти-то не отменяются? Теперь их надо исполнять, чтобы они исчезли? Еще чего. Кто такие симеры, чтобы отменять прихти симов? Правильно? Я думала, я поставила эти тухлые пирожные в раковину. А я их просто поставила в воздух. Что ты дрыхнешь-то идусь? О, ой. Разбудила. А что ты хочешь? Есть? Иди и ешь. Не ешь свадебный торт. Ты что? Ты дурак что ли? Эй. Псих. Первый кусок родителям должен достаться, а не тебе. Рожа наглая. О, мы уже можем, как всегда, отметить это прекрасное солнечное утро счастливым сообщением его отцу. Который, кстати, может нам рассказать, что у него там. Мы же его уговорили бросить партнера. Как-то изменился его статус с тех пор. Кексики. Про кексики она думает. Кексики стухли все нахрен. И в итоге, все-таки, как отремонтировать дом? Нормальная такая категория в бизнесе. Притвориться больной и остаться дома. Просто бизнес такой, бизнес вообще. А дом как отремонтировать? Анике как раз нужно какое-то уже напряжение снять. У нее не так на ней висит, значит, работа висит на ней, свадьба, измены, обман. Это же все очень тяжело. А он, кстати, тоже хочет смотреть на звезды с этой Джулией Райт. А Джулия Райт, она астролог, астроном. Чему все хотят с ней на звезды смотреть? Кстати, а что это нас сегодня батя-то игнорирует? Мы ему отправили счастливое сообщение. А он что? А как узнать теперь, что у них-то? Я знаю как. Они сейчас уйдут на работу. А мы подключимся. У нас будет прямое включение. Туда к ним, в ту семью зайдем. И посмотрим. Очень здорово. Люди досуг проводят перед свадьбой. Полное взаимопонимание. Единение двух любящих сердец. Когда вы уже на работу-то пойдете? Там в той семье-то поинтереснее, походу, события-то происходят. Теперь осмысляет, сидит. Она прочитала и такая... Интересно. А что ты хоть читал-то? Предательство строптивого сердца. Вот она что задумалась-то. Это же про нее книжка. Вот это совпадение. У нас тут просто с вами драматургия творится. Прямо на наших глазах. Везде вот эти знаки, символы. Флиртовать захотел. Флиртуй. Короче, она решила его опередить анекдотом. Оп, расскажу шутку. Переведу все в шутку. Такая, короче. Запутался человек. А ты не лезь со своей романтикой. О, походу, комплексы мер отменились. А, это вы теперь только после работы проголосуете? Мы сейчас пойдем к этим взрослым людям. Во-первых, от них проголосуем за комплексы мер. А во-вторых, посмотрим, что у них там. Развод, там девичья фамилия. О, в разводе. В распавшийся брак. Грустное событие в жизни любого персонажа. И он хочет страстно поцеловать Анику. А, знаете, кому на это насрать? Маме. Она хочет быть с ним дружелюбной. У нее нет ни единого мудлета вообще. Сейчас, секундочку. Да, он разве... Все. Развелись прям перед свадьбой детей. А мать вообще счастлива. Домашний очаг. Она села там около камина. Такая. Ну и пошел ты нахрен, старый хрен. Я вот буду сидеть в этом огромном доме, который мне достанется после всего этого. Буду сидеть около этого камина и смотреть в этот огромный плазменный телек. Давай там это, на все четыре стороны. Пожалуйста. Мне вообще. Три кучи класть. На это, на все. Вот эта женщина. Молодец. Этот только расстроился один. Привыкает к одинокой жизни. Играет в одного. В шахматы. Сам собой играет. Еще и сам себя там обманывает. Что-то финты какие-то придумывает. Оказывается, можно вот так просто взять в семь с четыре и развестись через десятые руки. Так, давайте. Что тут за комплексы мер? Пусть он пойдет, проголосует. И просто эти тогда, получается, свободная любовь закончилась. Получается, что если они что-нибудь на свадьбе с папой выкинут, ими в Дуаника, и Нейт, то Рэй уже, так сказать, разобидится. А, нет, он все еще активный. О, давайте за спорт проголосуем. Ну, ты не знаю. Крепись, дед. Да, он не такой уж ты и дед. У тебя все впереди. Чего ты расстраиваешься-то? Главное, что мать счастлива. Этот расстроен, но это пройдет буквально через два дня. А мы пойдем дальше ждать наших этих гавриков с работы. Ну, какая ж красота. А главное, этот-то дом. Ты, вы посмотрите. На вершине. Нет, я думаю, что мы возьмем и сделаем финтушами. Переделаем в обычный жилой дом и будем там жить. Говорят, вы и Анна Блумфилд теперь друзья. Она мне нравится. После того, как мы заставили ее мужа ее бросить, но зато ей достался дом, ну, возможно, ей мы даже и понравились после этого. Кто знает этих симов? Они в 6 утра встают. Не потому, что им надо на работу. Они сами вот берут и встают. Ой, напугали своими деньгами меня. Быстро ополоснуться. Давай, иди. Ты воняешь вон после своей работы. Пришла, наверное, обои клеила где-нибудь. Она же у нас дизайнер. Самозанятый. Вот, сейчас она быстренько ополоснется, и мы побежим в город срочно покупать букеты, потому что они там работают только до 18. Я надеюсь, там не работает, как в реальной жизни, что типа пятница, короткий день, и мы сейчас придем, а оно там все закрыто. Так, все, бежим. Мужчина, не закрывайтесь. Ой, тут вообще никого нету. О, давай тебе купим велосипед. Вот такой зеленый велосипед тебе купим. Опа. Вот сюда на велосипеде. Давай. Красиво так, солнечно. Она на велосипедике едет. Блин. Нарисовался. Я уже думала, все. Быстро продавай нам свадебный букет, потому что у нас уже нервы не выдерживают без букета. Можно просто купить букет из белых роз. Но нет, мы не будем его покупать. Он какой-то слишком круглый. Вы еще же не видели платье. Вы же не знаете. А я-то знаю, что нам больше всего вот такой букет подойдет. Небольшой букет из пудровых роз. Все, купили. Не придется нам скакать, как сайгак завтра перед свадьбой-то. А вот это что такое мне было интересно? Оно было тоже закрыто уже. А, просто еда. Просто кафешка. Ты не голодная? Она голодная как раз. Баклажан в кисло-сладком соусе. Или свинина в кисло-сладком соусе. В одну цену баклажан в кисло-сладком соусе и свинина в кисло-сладком соусе. 15 денег. Конечно, свинина тогда. А, ты теперь везде будешь на велосипеде ездить? Надо перед свадьбой вытащить велосипед из ее багажа, потому что иначе она слишком козырно въедет на церемонию. А когда ты шлем поменяла? А, это типа как... О, это китайская еда, типа. О, я обожаю китайскую еду. Точно, свинина в кисло-сладком соусе, как я не догадалась. Ага, не умеешь палочками, да? Не надо тыкать в еду. Похожа, Аника с трудом ест палочками. Ей стоит есть больше блюд с помощью палочек. Например, блюдо свинины в кисло-сладком соусе. Да что вы говорите? Чтобы развить мелкую моторику. Так, к нам идет какая-то женщина в челме. Что ты хочешь? Нормально, у тебя все получится. Просто кушай палочками больше, и все. Неуклюжие колбаски. Плохое управление китайскими палочками. Ну, никак они в руке не держатся. Не расстраивайся, у тебя твой богатый папик будет возить во всякие курорты. Вы там будете есть хоть палочками, хоть руками, хоть чем. Всему научишься, и на языках заговоришь, на разных всяких. Ты не переживай, что ты скуксилась сидишь. Завтра свадьба, потом развод. Счастливая жизнь. Поздравляем! Аника сделала первые шаги в кулинарном путешествии по городу. Пробуй разные блюда в городе, она получит возможность готовить эти блюда дома. Осталось найти еще 26 рецептов. Вперед, пробуйте новые блюда. Садись на своего железного коня. Ой, что, напугали. Повеселитесь вместе с группами поддержки в день спорта. Сможете ли вы выиграть в соревновании группы поддержки? Каких групп поддержки? Нам уже лет 100 в обед. Здорово, милый! Опа, чуть не сбила вообще мужчину. Да, представляешь, нельзя на велосипеде въехать в дом. У них уже зеленые отношения. Когда это вы успели? А, проголодался, да, после работы. А мы поели китайскую еду. Он хочет поболтать с Аникой. Ну так пусть поболтает. С ума сошли совсем. Вернитесь в дом, дикари проклятые. Ну вот, теперь у него две прихоти. Слушать блюз и слушать авторскую песню. Почему вдруг стало нельзя отменять прихоти? Давай, тебе еще что-то надо там? Душ, не душ? Потому что в 7 часов мы уже должны гульбарить чувство удовлетворения. Рэй вычеркивает еще одно дело из списка вещей, которые он хочет сделать. Ой, они прям вообще наверстали свои какие-то эти отношения. У них вон зелененькое уже, не красненькое. И розового вон сколько. А Нейт там уже жену бросил. Ну, с ним, конечно, у нее намного лучше отношения. Опа, влюблен... Опа! А ты что пришел, старый? Ааа, мы же ему ключи дали от дома. Пришел такой грустный. А давай, а спроси у него. Спроси, а что случилось? У тебя родители разводятся. Тебя вообще это не смущает никак? Попробовать ободрить только можно. Один лишь взгляд на персонажа, и сердце рвется из груди. А я думаю, что этот мудлет появился, а это... Ой, он плачет. И испортились у него отношения с сыном после этого сразу. Он пошел плакать. Ну, ты что? А что ж ты ее бросал-то, раз ты так расстроился из-за этого? Или у вас там тоже было жара или холод? А вы вообще отбитые, ребят. У вас там батя ревет в соседней комнате. А вы тут флиртуете. А ревет он, между прочим, из-за тебя. Это ты же его заставила жену бросить. Сидишь и ржешь. А можно как-то его вытащить оттуда? Ну, ладно, пусть человек переживает эту боль так, как может. Давай, иди ты его утешай теперь. Ага. Проявить нежность. Давай проявим нежность. Вечеринка перед свадьбой. Начало через час. Говорят, в коктейль-баре проходит шоу талантов. Предлагаю опозориться на весь мир. Бэка, соберись, пожалуйста, в конце концов. Нам надо идти сейчас будет. На мероприятие перед свадьбой. В коктейль-бар, говорит, пойдем. Вот, обняла. Ему лучше уже стало? Давайте выразим восхищение ему. Погладим по щеке. Можем подтянуть дружеские отношения всякие. Душевно поговорить. Конечно, надо душевно поговорить. Человек жену бросил. А ей пофиг. И про стоимость недвижимости тоже еще раз поговорим. Еще раз удочку закинем. Что? Дом-то ты оставил? Это здорово. А теперь ты сам. Где кости бросишь-то? О, он стал кокетливым. Сейчас будет мясо. Прилюдно признаться, в любви есть. Не будем мы это делать. А этот все ходит. Одну книжку прочитал, другую книжку прочитал. И ходит такой, думает, что они из этой комнаты не выходят? А ты-то что-то будешь делать? Чего все? Аника инициирует всякие эти романтические штуки. Давай ты что-нибудь сделай. Почему у тебя одновременно и айфон, и не айфон? Ты как этого добился? А, это у него, типа, наверное, не айфон, а чехол от айфона. Типа такой, понтуется. Это что? Он ей про мусорку что-то сказал. Но ей вкатило. Что тут у них? Ой, ой. Даже мне как-то неловко находиться при всех этих событиях. Посоветовать заняться любимым делом? Прежде чем задавать этот вопрос, Аника должна сначала выяснить, чем занимается она. Ой, 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 ой. Мужчина, какой вы прыткой. Ой, надо сходить на дорожку-то, на дорожку. Успеем сходить? Хорош, флиртовать. Бросайте, вот, две минуты. Не успеет, сейчас присядет и все. Да. Вы готовы приступить? Вечеринка перед свадьбой скоро начнется. Тем самым вы завершите все текущие события и обоссытесь, когда придете в коктейль-бар. Ну, что ж, приступим. Ну, конечно же, дождь. Идите тогда хотя бы вот сюда, где барная стойка, в конце-то концов, с конца в конец. Вот все вместе присядем. И вот у этой обворожительной мадам сейчас закажем напитков всем. Заказать напиток для группы. Опа, раз, пошло, поехало. Раз, бокал, второй бокал, третий бокал, давай. А вы что, не тушуйтесь, берите. Опа, опа, конвейер, пошел. Давайте невесту переоденем, а то она что-то у нас как-то не очень празднично одета. Не по-невестски как-то. А этот исполнитель, он петь не будет? Он только что-то бубнит? Ну, господи, сходи уже, дома не успела. Пришли тут люди без башки. Ой, у нее еще и зубы какие-то стрёмные. Фу, а что ты их тогда выставляешь-то на показ? Ой, как всегда, напитки выполнились сразу. Какая-то женщина забрала бокал, ты кто? А, Вахарью, у тебя Вахарью не треснет наше вино пить? Ну ладно, за здоровье молодых. А что вообще такая тухлятина-то? Давайте в караоке споем. Ура! Вот инопланетяне стырили опять все наши бокалы свинищем. Сами они свинищи эти инопланетяне. Ты там сходила в туалет? Господи, да сколько можно? Ты с утра час сидела в туалете, сейчас тоже. Давайте споем с Беккой. О, свет включили красивый. Сразу видно, кто больше всех накатил. Ну вот, хоть нормальная вечерина пошла. Блин, давайте музыку. Какой-то еще пришел мужик голый и с гитарой. Человеку настолько скучно, что он уже со своей гитарой приперся. Короче, это вот его мама пришла, наверное, этого исполнителя. Потому что она одна, над его шутками смеется. Ну или идите спойте. Пой вообще ты сам один. Молитва глупца. Ха-ха-ха-ха-ха. Какое совпадение. Вот ты и спой. Ой, это что-то грустное будет. Да блин. У всех висит тут, что надо танцевать, но никто не танцует. Улучшить. Я хочу улучшить эту колонку, чтобы ее можно было включить. А если мы поставим какую-нибудь стереосистему здесь? Вы же очень хотели послушать стереосистему. Сейчас я вам организую стереосистему. Давайте. О, вот. Все. Включили музыку. Я все разрулила. Сейчас будут танцы. Латина. Красота. Но тут такое крутое тусе. Ну слушайте, чтобы вас раскрепостить, это надо еще заказать напитков. Бокал кто-то поставил на пол. Выпить. Этот исполнитель просто старушек забрал вокруг себя. Красота. Или это все его родственники? Я вообще не знаю. О, танцы выполнились. Ой, Аника уже все. О, этому столику больше не наливать. Пускай он идет сюда. Короче, я думаю, Аника дошла до кондиции, чтобы... Какую-нибудь хрень сделать. Все. А он-то пьяный или нет? О, подождите. Рэй уже не помнит, когда его партнер проявлял к нему романтические чувства. Возможно, это паранойя или тревога или даже интуиция. Но Рэй постоянно задается вопросом. Чем занимается его партнер? Или с кем он ему изменяет? Какой же ты тупой! Кокетливый партнер. Рэй замечает, что его партнер флиртует с другим персонажем. Как долго это продолжается? Да ты слепой идиот! Это продолжается. Весь челлендж это продолжается. Братан, ну ты кисель, блин, you know? Нависающая тревога, боязнь измены. Ну, бояться уже поздно. Ой, у него теперь прям появилась черта характера, боязнь измены. О, розовое вообще все пропало! Вау, это что за такой мужчина колоритный здесь сидит? И на Анику на нашу смотрит. Не-не-не-не-не. Ага, дед не промах такой. Короче, все. Уже, уже нет кого прятаться. Он начал замечать. Наконец-то он начал замечать. Юдит, ты где уже нагулять успела? А этот бесится. Это не я уже. Это не я уже. Они сами. Танцы у меня в крови. Конечно же, Рэй, это то, о чем сейчас надо было подумать обязательно. Ой, это не я. Это не я делаю. Это не я. Ой, прям, посмотрите. Человек душу рвет. Они теперь все на Анику смотрят, что типа она охреневшая. Все, ты теперь за нее отвечаешь. Уводи ее. Все, вечеринка слишком далеко зашла. Прошла, вечеринка окончена. Уводи свою эту красотку куда-то. Такая музыка спокойная. Это вообще. Вот латино отлично подходила под всю эту ситуацию. Знаете, что мы сделаем? Мы сейчас поедем к нему домой. Мама же еще не вернулась, правильно? Главное, что интересно, у нее вообще нет никакого мудлета про то, что кто-то там ее ревнует, что ей по щекам надавали сейчас просто при всем баре. Короче, все. Момент настал. Мы идем наверх. Пьяные. Они себя вообще не контролируют. Пошли по разным лестницам. Уже можно не шифроваться, ребят. Уже про вас все все поняли. Игры кончили. Сейчас мы будем кокетничать. Массаж будем делать. Страстно целовать. К сердцу будем прижимать. Ночами обнимать. А все остальные будут мучиться от боли со своей любовью. Все, поплыл мужик. Вы, конечно, извините, что я так встреваю. Просто очень интересно, почему вы называете это страстным поцелуем. Это все объясняет. Вот это все объясняет. Господи, как долго вы это делаете. Ты, дед, вообще так долго не мусоль. Потому что, знаете, у пьяного человека так оп и уснул. И все. Я думаю, они напились. Да ладно. Рэй разозлился. Все разозлились. Он ее ударил. Опять в очередной раз по щекам. Она, короче, вообще выбесила. Сказала, ах так, тогда я пойду и вот что сделаю. Господи, как мальчик прям засмущался. А тут она футболку эту выбрала. Очень интересно. Капец. Напились животные. Все, вот это вот сотворили. А завтра свадьба. Чего будет делать вот этот человек со всем этим? И я думаю, что как раз таки на этом можно и закончить эту серию. Вообще, кстати, очень часто в этом челлендже у нас с вами серии заканчиваются вот таким вот кадром. Что не так вообще с этими ребятами? В следующей серии нас ждет уже свадьба. Свадебный день. Подготовка. Все дела. Развязка. Все вот эти ниточки у нас распутаются. История на этом закончится. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok